Любит вкусно покушать, желательно не три раза в день. Охотно играет с детьми и гоняет кошку по дому. С нетерпением ждет маму домой. Из дверей с любопытством проверяет все пакеты со вкусняшками. Здесь не судят собак за форму ушей и длину лапы. Хотя все участники модного показа породистые. Организаторы считают, гораздо важнее дать возможность людям рассказать о своей любви к четвероногому другу. Встречайте! Участница Людмила, ее собачка Каличевка, Точкаухая, Снежинка. Единственная в своей породе. Умная, хитрая, любопытная. Любимые игрушки-мячики. Дружит с кошкой Лизой. Не разрешает себя гладить посторонним людям. Когда Людмила подходит домой, Снежинка всегда радостно встречает ее. Целует и заглядывает в сумки. Задача пройтись красиво, чтобы зрители рассмотрели наряд. Их хозяева делали самостоятельно. Собака обходит сцену на поводке. Выход сопровождается рассказом о пушистом друге. Очень спокойная, добрая, преданная собака. Никогда в своей жизни она не ходила на поводке. Предпочитает спокойно шагать рядом с хозяйкой. Не любит оставаться дома одна, поэтому и везде ездит с хозяевами. Раньше любила бегать за мячиком, прыгать и веселиться. Сейчас предпочитает спокойные прогулки. Полежать на свежем воздухе, посмотреть по сторонам. В общем, все согласно возрасту. Степень воспитанности у всех животных разная. Но, как показывает практика, такое мероприятие уже проходило в Барнауле. Ни одна собака, к которой хозяин относится с лаской и заботой, ни лаем, ни попыткой сбежать, никого не напугала. Мы хотим, чтобы культура поведения, чтобы отношение к животным улучшилось в нашем регионе, но и во всей стране. И, соответственно, делаем такие события. Есть много бездомных животных, и хотелось бы, чтобы этого стало намного меньше, чтобы больше было животных в своих домах. Для села Ключи такое событие стало первым. Участники получили подарки в виде здорового корма. После такой попытки жители ждут продолжения, чтобы в показе смогли поучаствовать и крупные собаки. Ведь не от породы зависит, насколько сильно пес предан своему хозяину. Дарья Ирошина, День с толком.